Всем привет, дорогие мои! Первая сегодня заготовка. Это будет рулет в слоеном тесте. Для этого понадобятся консервированные грибы, слоеное тесто, лук, нарезанный мелкими кусочками, яйца и вареный рис. Раскатываю кусочки слоеного теста. У нас в Финляндии здесь продаются именно маленькими кусочками, поэтому один кусочек накладываю на второй, немного раскатываю. У меня получается большой такой пласт. На слоеное тесто я выкладываю и разравниваю рис. Следом у меня идут грибы. За грибами идет лук. Ну и последний слой это яйца, тертые на крупную терку. Опять же, все хорошо разравниваю и потихонечку начинаю скручивать. Не тороплюсь, чтобы все у меня получилось, чтобы рулетик мой не развалился. Он получается достаточно толстенький, плотненький, поэтому делать нужно крайне осторожно. Помните всегда об этом. Все, рулет у меня получился. Смотрите, какой пухленький, хорошенький. Закрываю со всех сторон его и немного разравниваю начинку. Затем рулет я выкладываю на фольгу и аккуратно заверну его. Сделаю такой конфеткой большой. Таким образом, именно в фольге я буду замораживать мой слоеный рулет. Ну и второй вариант этого рулета, который буду готовить сегодня. Готовится еще проще. На слоеное тесто я выкладываю рис и на рис натираю на крупной терке снова яйцо. Все, вот такой вот вариант. Весь чего-либо. Это как раз таки вариант подходит для тех, кто не любит лук и грибы. Следующая заготовка очень интересная. Я использую куриный фарш и лук уже нарезала мелкими кусочками. Добавляю черный молотый перец, также немного соли. Соль, конечно же, по вкусу, в принципе, как и перец. Затем добавляю приправу для курицы и все хорошо перемешиваю. Вот такая вот основная, можно сказать, начинка будет готова. Это у меня такой некий эксперимент. Готовлю впервые. Также для этого нужно будет еще картошка, но хочу сразу предупредить, что эксперимент у меня не удался. Я начала искать причину этого, но думаю, что дело, скорее всего, в картошке. По крайней мере, где-то я такую информацию находила, что не вся картошка подходит для заморозки. И та картошка, у которой много крахмала, как раз таки для этого не подходит. Предварительно можно картофель нарезать, нарезать и замочить в воде. Таким образом, вроде как картофель получается нормальный после уже приготовления. Что получилось у меня? Он у меня после приготовления в духовке стал резиновый. Да, он приготовился, но резиновый по свойствам. И это, конечно же, мне не понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете причину действительно картофеля. Правильно я вам сказала, неправильно. И, может быть, какие-то подсказки есть у вас на этот счет. Потому что сам по себе рецепт неплохой. Для рецепта я беру овощи, которые у меня есть. Это перец, зелень и цукини, тертые на крупной терке. На фольгу я выкладываю начинку мясную, которую предварительно я уже размешала. Выкладываю ее и выравниваю. Делаю такой небольшой, знаете, пласт основу. На фарш я выкладываю картофель. Небольшое количество. Следующий слой после картофеля это овощи, которые я тоже предварительно размешала. Ну и последнее, что я делаю, я поливаю все майонезом. Можно, конечно же, греческим йогуртом, можно майонезом, можно каким-то своим соусом. Здесь, я думаю, неважно, чем вы будете поливать. Это немного для сочности. Затем на майонез я выкладываю сыр. Затем просто фольгу сворачиваю в небольшие такие конвертики. И таким образом буду замораживать. Следующее, что сегодня я буду готовить, это паста. Паста необычная. Здесь очень много моркови, но мне такая паста нравится. Значит, что я делаю для начала. Большое количество моркови и лук обжариваю. После того, как лук и морковь обжарятся, перекладываю все в тарелку. И в этой же сковороде, на этом же масле, которое останется, я начинаю обжаривать куриное филе. Именно куриное филе для этого рецепта подходит лучше всего. Как только филе обжарится, я в филе переложу наши овощи. Сейчас я все хорошо перемешиваю. Несколько минуток обжариваю смесь. Затем добавляю чеснок, пропущенный через чеснокодавку. Перемешиваю. Следом я добавляю немного кетчупа и большое количество томатов кусочками. И сок именно из помидоров. Все хорошо перемешиваю. И начинаю немного тушить. Тушу до той консистенции, которая мне подходит. Которая меня устраивает. Иногда это чуть больше в жидкости. Иногда чуть меньше. Если любите, чтобы жидкости было в пасте больше. И вам ее недостаточно после добавления томатов. Вы можете добавить и печеной воды. Как только я понимаю, что у меня консистенция та, которая мне нравится, устраивает. Выключаю плиту. Даю пасте остыть. И затем перекладываю в наши любимые конвертики. Которые закрываются очень удобно. И таким образом в таком конвертике я уже буду отправлять заморозку. И вот так в тарелке со спагетти выглядит паста. Как это вкусно, я просто не могу вам передать словами. Обязательно попробуйте. Следующий рецепт очень стандартный. Практически постоянен в моих заготовках. Это отварной рис. К нему я добавляю лук. Затем перец черный молотый. Соль. Также я добавляю приправу для фарша и котлет. Она очень вкусная. Я покупала ее в Беларуси. Ароматная и просто потрясающая. Ну и конечно же, как вы поняли, я добавляю еще сюда куриный фарш. У меня будут фрикадельки. Фрикадельки наша семья любит. Я готовлю с разными соусами. И каждый соус придает фрикаделькам какой-то новый вкус. Каждый раз получается, что кушаем вроде как новое блюдо. Но затем все просто. Беру и леплю маленькие фрикадельки. Выкладываю на доску. Доску, как вы видите, я уже обмотала пленкой. Это для того, чтобы как фрикадельки подморозятся, мне было проще их снимать с доски и убирать в пакет. Также, как вы видите, на доске на моей два вида фрикаделек. Одни просто из куриного фарша. Их я люблю чаще всего, конечно же, добавлять в супы. Ну, а вторые, которые мы с вами только что замешали. Все, отправляю в заморозку. После заморозки, конечно же, я достаю доску и перекладываю опять же в наши любимые пакетики. Достаются фрикадельки легко. Можно их перемешать. Можно даже в один большой пакет переложить. Они между собой не слипнутся, потому что уже на доске они заморозились по отдельности. Конечно же, фрикадельки я складываю в один пакет. И фрикадельки просто маленькие из куриного фарша я буду складывать в другой пакет. И пока я складываю фрикадельки, хочу вам еще несколько слов сказать по поводу того, что я замораживала картошку. У меня в этих заготовках был еще один рецепт с картофелем. Но вы знаете, он тоже мне показался, что совсем прям неудачный. Если это, да, еще более или менее как-то мы скушали и неплохо, то во втором рецепте картофель совсем не удался. Поэтому я даже сюда этот рецепт не включала и вам не показывала. Ну, может быть, вы мне что-то напишите в комментариях и какая-то ясность у нас с вами будет. Если есть какие-то лайфхаки как раз-таки для таких заморозок, обязательно напишите внизу. Может быть, в какую-нибудь одну из заготовок что-нибудь интересное с вами снова попробуем. Еще одна заготовка, которая, мне кажется, практически постоянно в моих заморозках полуфабрикатов, это котлеты. Я думаю, котлеты все любят, все всегда готовят. Рецепт моих вкусных, сочных котлет состоит в том, что я добавляю много лука, по вкусу я добавляю соль. Также я добавляю батон, который именно замачиваю в воде. Не в молоке, а в воде. У меня такое соотношение батона к куриному фаршу. 40% батона от всей массы куриного фарша. Именно такое соотношение я выработала с годами. Мне оно кажется самое лучшее, самое удачное. Котлеты получаются сочными, если их просто выложить в какую-то форму и запечь в духовке. Либо немножко с водичкой протушите с овощами на сковороде, что я чаще всего готовлю. Поверьте, они получаются сочные, они получаются вкусные. Кушает даже ребенок полуторагодовалый. В общем-то, этот рецепт очень удачный. Муж каждую заготовку просит именно эти котлетки, чтобы у нас были. После того, как я размешала всю массу, начинаю лепить большие стандартные котлетки. Вот у меня целая доска получилась из моего количества. Отправляю, конечно же, в заморозку. Вот так вот выглядят котлеты после заморозки. Все раскладываю по пакетикам. У меня получится два, я думаю, пакетика. И это последнее, что хочу я вам сегодня показать. В ближайшее время будет еще ролик о заготовках. Там будет очень много необычных, интересных и безумно вкусных рецептов. Поэтому подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте лайк, если ролик понравился. Ну, это все на сегодня. До новых встреч. Пока-пока.